МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Макаров Николай Алексеевич родился в 1914 году в семье кубанских казаков в станице Новорождественская. До войны окончил Куйбышевский сельхозтехникум, женился. В этот период умирают от тифа его родителей. Николай Макаров, его младшие сестры и братья, осиротели. Он забирает их на свое попечение и содержит свою большую семью вплоть до призыва в ряды Красной армии. Войну он встретил в своей родной станице. Был призван в отряды артиллерии. То есть для казаков тогда были созданы казачьи отряды. Он имел звание казака-пластуна. Это пеший казак в артиллерийских отрядах. Им разрешалось носить башлык, так называемый. На форму и поверх фуражки, которая выдавалась казакам, одевался длинный капюшон с длинными полами, суконный. И который обвязывался вокруг шинели, давал дополнительное обогревание человеку в зимних условиях. Прошел за войну всю Украину. Молдавию освобождал, Венгрию. Имеются соответствующие награды у него за освобождение Венгрии, за освобождение Будапешта. Медаль, например, которую получил дед за боевые заслуги, была за следующий подвиг. То есть дед ворвался первый, захваченное немцами село, в которых были всевозможные отряды и СС, и полицаев. Лично убил несколько немцев. Удержал позицию до подхода основных сил подкрепления. И, скажем так, с его помощью наши войска захватили данную силу. Понятно, что должно присутствовать у нас у всех чувство достоинства и ощущение того, что мы наследники тех великих... Может, это слишком громко звучит, но действительно великих людей. И в грязи, под небом, при морозах. Но победили, стиснув зубы, хорошо вооруженных и грамотных захватчиков. То есть однозначно они, конечно, герои все. То есть это не один мой дед, а все вместе сделали общее, единое дело. И это нужно понимать всем живущим сейчас. Мой дед был однозначно примером для моего отца. То есть человек, который поднял на ноги всю свою семью, всех своих братьев, сестер, совершил ряд подвигов во время войны и потом достойно сумел восстановить семью и обеспечить ей достаток, он однозначно является примером. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова